Высоко-высоко, в светлом, прозрачном воздушном пространстве, летел ангел с цветком из райского сада. Ангел крепко поцеловал цветок, и от него оторвался крошечный лепесток и упал на землю. Упал он среди леса на рыхлую, влажную почву и сейчас же пустил корни. Скоро между лесными растениями появилось новое. Что это за чудный росток? Говорили те, и никто, даже чертополох и крапива, не хотел знаться с ним. Это какое-то садовое растение! Говорили они и подымали его на смех. Но оно все росло да росло, раскидывая побеги во все стороны. Куда ты лезешь? Говорил высокий чертополох, весь усеянный колючками. Ишь ты, распыжился! У нас так не водится! Мы тебе не подпорки! Пришла зима, растение покрылось снегом, но от ветвей исходил такой блеск, что блестел и снег, словно освещенный снизу солнечными лучами. Весною растение зацвело, прелестней его не было во всем лесу. И вот явился раз профессор ботаники, так он и по бумагам значился. Он осмотрел растение, даже попробовал, каково оно на вкус. 1Нет, положительно оно не было известно в ботанике, и профессор так и не мог отнести его ни к какому классу. 9- Это какая-нибудь помесь! 3- Сказал он. 5- Я не знаю его, оно не значится в таблицах! 5- Не значится в таблицах! 6- Подхватили чертополоха крапива! 5Большие деревья, росшие кругом, слышали сказанное и тоже видели, что растение было не из их породы, но не проронили ни одного слова, 9ни дурного, ни хорошего. 9Да оно и лучше промолчать, если не отличаешься умом! 9Через лес проходила бедная невинная девушка. 1Сердце ее было чисто, ум возвышен, все ее достояние заключалось в старой Библии, но со страниц ее говорил с девушкой сам Господь, 9 «Станут обижать тебя, вспомни историю об Осифе, ему тоже хотели сделать зло, но Бог обратил зло в добро! 9Если же будут преследовать тебя, глумиться над тобою, вспомни о нем невинящим, лучшим из всех, над которым надругались, 9которого пригвоздили ко Кресту и который все-таки молился, — Отче, прости им, ибо не знают, что делают! 5Девушка остановилась перед чудесным растением, зеленые листья его дышали атаким сладким, живетельным ароматом, цветы блестели на солнце радужными 9переливами, а из чашечек их лилась дивная мелодия, словно в каждой был неисчерпаемый родник чарующих созвучий! 9С благоговением смотрела девушка на дивное растение Божье, потом наклонилась, чтобы поближе рассмотреть цветы, поглубже вдохнуть в себя их аромат, 6и душа ее просветлела, на сердце стало так легко, как ей хотелось сорвать хоть один цветочек, но она не посмела, 9и он ведь так скоро завял бы у нее! 3И она взяла себе лишь зеленый листик, принесла его домой и положила в Библию! 9Там он и лежал, все такой же свежий, благоухающий, неувидаемый! 9Да, он лежал в Библии, а сама Библия лежала под головою молодой девушки в гробу, 9несколько недель спустя девушка умерла! 9На кротком лице ее застыло выражение торжественной, благоговейной серьезности, 9только оно и могло отпечататься на бревной земной оболочке души в то время, как сама душа стояла перед престолом Всевышнего! 9А чудесное растение по-прежнему благоухало в лесу, скоро оно разрослось и стало словно дерево, 9перелетные птицы слетались к нему стоями и низко преклонялись перед ним, в особенности, ласточка и аист! 9- Иностранные кривляки! 3- Говорили чертополох и крапива! 8- У нас это не принято! 9Такое ломанье нам не к лицу! 9И черные лесные улитки плевали на чудесные растения! 9Наконец пришел в лес свинопасный дергать чертополоху и других растений, которые он жег, чтобы добыть себе золы, 9и выдернул в том числе со всеми корнями и чудесные растения! 5Оно тоже попало в его вязанку! 9- Пригодится и оно! 9Сказал свинопас, и дело было сделано! 9Между тем король той страны давно уже страдал глубокой меланхолией. 9Он прилежно работал, толку не было, ему читали самые ученые, мудреные книги, читали и самые легкие, веселые, ничего не помогало! 9Тогда явился посол от одного из первейших мудрецов на свете, к нему обращались за советом, и он отвечал через посланного, 9что он есть одно верное средство облегчить и даже совсем исцелить больного! 9В собственном государстве короля растет в лесу растение небесного происхождения, выглядит оно так-то и так, ошибиться нельзя! 9Тут следовало подробное описание растения, по которому его нетрудно было узнать. 9Оно зеленеет и зиму и лето, поэтому пусть берут от него каждый вечер по свежему листочку и кладут на лоб короля, 9тогда мысль его прояснится, и здоровый сон подкрепит его к следующему дню! 6Яснее изложить дело было нельзя, и вот все доктора, с профессором-ботаники во главе, отправились в лес! 9Но! 9Куда же девалось растение? 9- Должно быть, попало ко мне в вязанку, — сказал свинопас, — и давным-давно стало злою. 9Мне и невдомек было, что оно может понадобиться! 0- Невдомек? — сказали все. 9- О, невежество, невежество, нет тебе границ! 9Свинопас должен был намотать эти слова себе на уз, свинопас, и никто больше, — думали остальные. 9Не нашлось даже ни единого листка небесного растения, уцелел ведь только один, да и тот лежал в гробу, и никто и не знал о нем. 9Сам король пришел в лес на то место, где росло небесное растение. 9Вот где оно росло! 3- меланхолично сказал он. 9- Священное место! 9И место огородили вызолоченную решеткой и приставили сюда стражу, часовые ходили день и ночь. 9Профессор Ботаники написал целое исследование о небесном растении, и его за это всего озолотили, к большому его удовольствию. 9Позолото очень шла и к нему и ко всему его семейству, и вот это то и есть самая радостная во всей истории, 1от небесного растения не осталось ведь и следа, и король по-прежнему ходил, повесив голову. 9- Ну, да он и прежде был таким! 9- Сказали стражи.